Ручная дисковая пила или циркулярка – инструмент, без которого сложно представить работу с деревом. С ее помощью удобно пилить плинтусы, нарезать бруски, ламинат, фанеру. На рынке сейчас огромное количество таких инструментов. И дорогие, и дешевые, и сетевые, и аккумуляторные. Бензиновых, правда, нет. Не будем распыляться и поговорим сегодня только об одной модели – Bosch GKS 140. Все как вы любите. Разберемся в технических характеристиках, а потом посмотрим на нее в деле. Я Алексей, вы на канале Геон, и мы начинаем. Ручные дисковые пилы – инструменты легкие и компактные. Ими можно пользоваться практически где угодно. В доме, в гараже, на производстве, да даже в диком поле, если они работают от аккумулятора. Кстати, ранее у нас выходил обзор как раз на аккумуляторную циркулярку от Bosch. Она менее мощная и глубина распила поменьше, зато автономная. Если не смотрели, ссылку оставлю в описании. Сегодня у нас сетевая модель от той же фирмы. Касательно комплектации. Как всегда, фирменная Bosch коробка. Внутри лежит сама пила, параллельный упор, пильный диск по дереву на 184 мм, шестигранный ключ и инструкция. Мощность щеточного электромотора составляет 1400 Вт. Число оборотов 6200 в минуту. Диски подойдут на 184 мм. Посадочный диаметр 20 мм. Максимальная глубина реза 64 мм. При работе под углом 90 градусов. И 45 мм при угле 45 градусов. ГКС 140 должна легко справиться с большинством досок, брусьев, фанерой, ламинированными плитами и так далее. Чуть позже проверим. Сетевой шнур тут прочный, имеет двойную изоляцию и защищен от излома в основании. Кто не знает, это самое проблемное место. Длина, правда, сравнительно небольшая, 2 метра. Кому-то может не хватить. Пишите в комментариях, какая, на ваш взгляд, идеальная длина кабеля. Присутствует специальный патрубок, к которому можно подключить пылесос. Только помните, что пылесос должен быть строительный, а не бытовой. Последний в таком случае может выйти из строя. Подошва летая. Устойчива к повреждениям и большим нагрузкам. Оно и понятно, инструмент профессиональный. На подошву нанесены специальные метки. Удобно вести инструмент точно по линии разметки. Глубина реза устанавливается с помощью зажимного рычага. Для точности ориентируйтесь по шкале. Угол распила настраивается барашковым винтом. Есть также все необходимое для безопасной работы. Кнопка включения обладает блокировкой, что позволяет избежать непреднамеренного запуска. Для снятия защиты понадобится нажать на блокиратор, а затем удерживать кнопку включения. Присутствует и фиксация шпинделя для быстрой и безопасной замены оснастки. Что ж, а теперь давайте протестируем нашу пилу в работе. Для этого у нас есть несколько заготовок. Вот такие доски потолще некоторые, ламинат. Попилим под прямым углом, под углом 45 градусов. И посмотрим, как эта пила ведет себя при работе. Как мы упоминали, у пилы есть патрубок для подключения пылесоса. И работать мы будем как раз с пылесосом Bosch. И так, обычная доска, рез под прямым углом. Та же самая доска, рез под углом 45 градусов. Сначала опустим плиту до конца. И с помощью барашкового механизма поменяем угол. И фиксируем. Пила идет легко и быстро. Ну и результат очень даже хороший. Возьмем теперь чуть более плотное дерево толщиной 40 миллиметров. Как можете видеть, рез чистый, ровный. Нету особо каких-то сколов. И работа идет очень даже легко. Брусок толщиной 52 миллиметра. Должен отметить, что инструмент удобно лежит в руках. И работать с ним одно удовольствие. Перевернем брусок. Так, его толщина составит 90 миллиметров. Это больше, чем может распилить диск пилы. Посмотрим, как будет при таком раскладе. Перевернули и продолжаем. Откровенно говоря, я не попал по линии реза, но распилить получилось. Продолжаем тесты. Перед нами ламинат и посмотрим, насколько чистый получится рез. В идеале подобрать специализированный диск, но даже для комплектного довольно-таки неплохой результат. То же самое под углом в 45 градусов. Ну и финальный наш тест на сегодня. У нас осталась вот такая полка с облицовочным покрытием. Будем использовать параллельный упор и посмотрим, насколько ровно получится распилить. Рез ровный и четкий с помощью параллельного упора. Однако, конечно, облицовочное покрытие спасти не удалось. Для такого дела нужен совсем другой диск. Что ж, результат вы видите сами. Справляется пила, на мой взгляд, весьма неплохо. Работать удобно, все интуитивно понятно. Особенно понравился хват. Инструмент лежит в руке, как родной. Практически не устаешь. Да, тут нет многих дополнительных функций. Например, плавного пуска или лазерной проекции линии реза. Но тут, что называется, за что заплатили, то и получили. И это не в плохом смысле. За сравнительно небольшие деньги вы получаете качественный и надежный профессиональный инструмент. Практически неубиваемый. Подойдет он в первую очередь владельцам небольших мастерских. Или работникам на стройке для выполнения небольших задач по резке древесины. Как домашний инструмент взять, конечно, тоже можно, но зачем? Все равно в полную мощность вы эту пилу использовать не будете. Найти этот товар вы можете у нас в магазине по ссылке в описании. А по промокоду видео получите дополнительную скидку. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Не забудьте заглянуть к нам в Telegram, Dzen и Вконтакте. Там много интересного контента. Я с вами прощаюсь. Увидимся в новых выпусках на канале. Йоанн.